Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова На предстоящую неделю Анапа породнится с родиной Гиппократа. Принято решение, что наш город станет побратимом греческой Ларисы. Не менее 60 тысяч гостей ждет Анапа на майские праздники. Коммунальные службы готовят город к приему отдыхающих. У правоохранительных органов совместно с казаками и администрацией не менее важная задача – охрана общественного порядка и защита населения от любых преступных посягательств. Губернатор Кубани сегодня провел заседание Совета безопасности, в работе которого приняли участие все муниципалитеты. Мобилизовать все службы в период майских выходных – задачу участникам заседания поставил глава региона. Важно обеспечить безопасность на объектах транспорта и автомобильных дорогах. Отдельное поручение губернатор дал главам курортов – провести беседы с руководством санаториев, отелей и детских лагерей. Они начинают набирать штат сезонных работников, и это должны быть надежные люди. О процессах трудоустройства на контроле властей. В Анапе в настоящее время также идет подготовка к тому, чтобы не допустить нештатных ситуаций на майские праздники. В обеспечении общественной безопасности будет задействовано 280 человек, среди которых сотрудники полиции и частных охранных организаций, казаки и народные дружинники. Готовность всех служб обсудят в ближайшие дни на местном совбезе под руководством главы Анапы Сергея Сергеева. Уважаемые анапчане, мы в свою очередь напоминаем вам, будьте внимательны и соблюдайте меры личной безопасности. Не оставляйте детей без присмотра. Обо всех подозрительных лицах и обнаруженных брошенных предметах сообщайте по телефону, указанному на экране. И к другим темам. С этого дня у Витязевского лимана выставлен круглосуточный пост. Сотрудники муниципального контроля будут задерживать каждого, кто попытается выбросить мусор на берег. Напомню, накануне ситуацию взяли под личный контроль глава Анапы и Краснодарское отделение Общероссийского народного фронта. Водоем стал первой тревожной точкой на экологической карте Кубани, которую составляет общественное движение. Несмотря на то, что только на прошлой неделе здесь вывезли весь мусор и навели порядок, на этих выходных на берегу вновь выросла несанкционированная свалка. Теперь же этому будет положен конец. В селе Витязево зафиксировано захламление береговой линии лимана вдоль улицы Мира и по поручению главы управления муниципального контроля производит дежурство с целью фиксации нарушителей для составления административного производства и выявления нарушений. На Кубани дали официальный старт году Греции в России. В минувшие выходные в Геленджике состоялся праздничный концерт, в котором принял участие и ансамбль танца «Гелиос» из поселка Витязева. Генконсул Греции в Новороссийске особо выделил Анапу, где в этом году пройдут два важных мероприятия. Русские пляски, казачьи песни на сцене чередовались с греческой народной музыкой и танцами. На сцене ансамбль «Гелиос» из поселка Витязева. Сегодня на территории города-курорта Анапа проживают более 5000 греков. Всего в Краснодарском крае порядка 35 тысяч. И в Краснодаре и в целом по краю будут проводиться мероприятия, а также в Анапе. Это не случайно, потому что в этом регионе проживает большое количество греков. Они принимают большое участие в жизни этого региона, сохраняя свое культурное наследие. Таким образом, они продолжают отношения на уровне культуры, на уровне политики двух стран. В эти же дни, четверть века назад, через эти самые двери Геленджикского дворца культуры проходили делегаты Первого съезда греков СССР. На нем присутствовали представители греческого правительства, правда, как частные лица. Очевидцы события отмечают, что именно тогда было принято решение об активном участии диаспоры в жизни страны. Это связь греческой диаспоры с Россией, с народом. Почему? Потому что эти узы исторические, которые тысячелетные узы, они живут, так сказать, процветают и существуют сегодня в жизни российской и греческой диаспорой. Поэтому это самое главное для нас. Андрей Папандополо – нынешний руководитель греческой диаспоры города Анапа. Он говорит, что организация нацелена на плодотворное сотрудничество с муниципалитетом, поддержку всего, что направлено на развитие села Витязева, где сегодня компактно проживают греки, и города-курорта в целом. По его словам, уже в мае-июне будет официально объявлено, что Анапа и греческий Лариса станут городами-побратимами. Совет депутатов, так назовем, города Лариса. У них уже лежат документы о том, чтобы они проголосовали за наше побратимство. Документы на выходе. Это дает нам, во-первых, культурный обмен, во-вторых, поддержка духовных связей наших. И третье, за этим всегда тянется экономика. Мы же должны заниматься экономикой. Как рассказал Андрей Папандополо, налаживать экономические связи, а также привлекать инвестиции из Греции сегодня мешает языковой барьер. В диаспоре предлагают ввести в некоторых школах региона уроки греческого. Вот это нам даст возможность, что мы учились и обменивались и в туриндустрии, и в туристическом бизнесе. И в то же время прекрасная у Греции, как сельхозприприятие. У них переработка прекрасная. Поэтому она бы нам здесь, в наших регионах не помешала. В целом же глава диаспоры отметил, что год Греции в России активизировал сами диаспоры и их взаимоотношения с консулами. В частности, уже есть договоренность об отправке 40 школьников на Кипр по образовательной программе. Генконсул Греции в Новороссийске интересовался ходом подготовки к культурно-спортивному фестивалю, который пройдет в Анапе в середине мая. В сентябре здесь же пройдет праздник урожая «Виноградная лоза». Закрытие года Греции в России запланировано на ноябрь. 12 апреля этого года исполняется 55 лет со дня полета первого человека в космос. Уже сегодня в школах, подростково-молодежных клубах проходят различные тематические беседы, просмотры кинокартин на тему освоения космоса. А завтра в полдень на театральной площади немного ближе к звездам может стать любой желающий, запустив воздушного змея. Пару недель в учреждениях профессионального образования, подростково-молодежных клубах изготавливали воздушные змеи. И завтра активисты, все, кто этим занимался, выйдут на театральную площадь и попытаются вместе, все дружно, в рамках флэш-мобы «Космический ветер» запустить эти воздушные змеи. Надеюсь, она нам поможет ветром, чтобы змеи взлетели повыше. Любой желающий может взять змея, даже без змея, просто прийти, поучаствовать, потому что все флэш-мобы всегда, то, что проводит управление в отделе молодежи, активисты на театральной площади, всегда весело с настроением. Если даже просто вы хотите получить заряд настроения, приходите на театральную площадь 12 часов завтра. Наступившая неделя обещает быть интересной. Завтра в День космонавтики в ДК Молодежной пройдет игровая программа для школьников-покорителей галактики. Детско-юношеская библиотека подготовила ребятам к празднику интерактивное путешествие на просторах Вселенной. 15 и 16 апреля поболеть за участников зонального этапа краевого конкурса современного молодежного творчества «Свежий ветер» приглашает Центр культуры Родина. Открытие международного хореографического фестиваля конкурса «Берег талантов» можно будет посетить в городском театре 16 апреля. Фестиваль продлится до 21 апреля. План всех мероприятий вы можете найти на нашем сайте. В Анапе идет подготовка к акции «Бессмертный полк». Как рассказали в городском управлении по делам молодежи, интерес к мероприятию у горожан традиционно достаточно высокий. С каждым годом, по словам специалистов управления, интерес к этому мероприятию только растет. 9 мая колонна пойдет за основным парадом от «Русских ворот» по театральной площади, затем по центральным улицам до сквера «Боевой славы», где состоится митинг и возложение цветов к мемориалу. Вы можете взять портрет или просто фамилию, имя своего деда, прадеда, предка, годы жизни, все, что знаете, любую информацию, то есть может быть просто имя на самом деле, не принципиально. Разместите на табличке с палочкой, чтобы поднять, и его было видно. И в 9.30, 9 мая подойти к «Русским воротам», где будет формироваться колонна «Бессмертного полка». Все желающие принять участие в шествии «Бессмертного полка» или задать интересующий вопрос, смогут обратиться в Городское управление по делам молодежи по телефонам, указанным на экране. И к другим темам. Сейсмологи нашли объяснение землетрясениям, которые весной прошли в Краснодарском крае. В районе Анапы и Сочи, в нескольких километрах от берега за последние два месяца, произошло несколько землетрясений. Сейсмологи пояснили, что причиной подземных толчков являются горы, которые продолжают свой рост. По словам ученых, серия небольших колебаний – это полезная норма. Цитирую, на территории Краснодарского края есть оборудование для сбора и обработки геофизической информации, сейсмические станции, несколько GPS-приемников, благодаря которым сейсмологи узнают о движении литосферных плит. Информация, считанная этим оборудованием, поступает в Центр прогнозирования и предупреждения геоэкологических и техногенных катастроф при ГУБГУ в Южморгеологию геофизическую службу РАН. Расчеты также делают в Краснодаре. На сегодня это самый передовой метод, пояснил академик РАН Владимир Бабешко. На поверхности земли сейсмы события не ощущались. Жалоб и заявок от населения не поступало. Жертв и разрушений нет, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Краснодарскому краю. В воскресенье поселок Виноградный принимал футболистов Анапы. Команды из восьми спортивных школ муниципального образования боролись за кубок головы города-курорта. По итогам турнира он достался 10-й спортшколе. Второе место заняла школа номер 7, а бронзу получили ребята первой спортивной школы. Сегодня признают в городском управлении физкультуры и спорта к футболу в Анапе отношения особые. Тем более, что наш город будет иметь непосредственное отношение к чемпионату мира 2018 года. Это первое у нас соревнование в этом году, весеннее, так сказать. И мы стараемся, конечно, именно сейчас задача такая стоит, из детско-спортивных школ формировать в дальнейшем спортсменов, которые будут у нас расти и расти. В общем-то, будет составлять команд, сборная команды города-курорта Анапа. У нас профилируется этот вид спорта в четырех школах. И это достаточно самый массовый вид спорта в городе у нас. И популяризация очень высокая, потому что в летнее время дворовые команды, многие ребята занимаются именно этим футболом, приходят и с удовольствием играют, участвуют в соревнованиях. И чем больше таких соревнований разного статуса будут проводиться у нас в городе, это будет не только является популяризацией этого вида спорта, но и привлечением как можно больше девчонок, мальчишек. И сейчас ребята, они должны как можно больше быть информированы, вовлекаться в эту программу, подготовку непосредственно к чемпионату мира. Мы будем проводить отдельные мероприятия, посвященные чемпионату мира, чтобы и население, и ребята, в общем-то, были проинформированы о том, как у нас ведется подготовка, и какие команды будут у нас размещены на этот период времени подготовки к чемпионату мира. А сейчас сообщение для потребителей тепловой энергии и горячего водоснабжения. В Анапе завершается отопительный сезон. 15 апреля в ноль часов ровно теплоснабжающие организации прекратят подачу тепла в дома жителей. В детских садах и лечебных учреждениях тепло будут отключать только по заявке. Генеральный партнер программы «Новости» производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Продолжение следует...